День добрый На самом деле я тоже так всегда говорил, типа это для меня хобби, но потом это просто переросло и сейчас я не вижу, грубо говоря, мой план на месяц, я не могу его расписывать без выступлений. Я готовлю некие такие специальные штуки, которые еще не показывал, поэтому это будет что-то такое новое и для меня тоже. Ну давай, удивляй нас. Он уже начал взрывать мозг. Что это было? Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 было мне очень понравилось спасибо а когда вы появились со светами я вообще влюбилась и покорил сердца давай послушаем вердикт нашей судейской коллеги димитрий я вам говорю да я скажу вам да 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 волшебно спасибо дмитрий я еще раз хочу видеть вас спасибо мы все четвером хотим вас увидеть поэтому давайте я тоже хочу спасибо дима у вас четыре да вы проходите следующий тур поздравляю до скорой встречи этот трюк это один большой риск вот просто он один огромный острый железный большой риск пока мы даже не пытаемся проработать тот момент что что-то пойдет не так потому что сразу начинается паника знает как себя на сцене вести как держать а теперь самое главное у него теперь еще лучше какой-то фокус должен быть а гульнур я обещаю что мы с вами не просто увидимся я заставлю как я уже говорил немножко вот так мозг взорвать вернуть все нормально и я жду встречи еще раз рад приветствовать вас и как я уже обещал то ли еще будет да я хочу сказать что сегодня я приготовил для вас трюк который ну мы не будем называть его трюком потому что то что я приготовил это не иллюзия и далеко не магия все по-настоящему я хотел бы даже сказать что то что вы сегодня увидите я думаю сделано будет впервые центральной азии хочу представить вам крайне опасный и давно забытый эксперимент встречать цепи четыре замка и острые как лезвие ножи и только один человек который сегодня отважится залезть внутрь я попрошу вызвать на сцену нашего ведущего кумар приглашаю вас к сцену кумар говорят вода исцеляет дает жизнь но иногда она может ее отнять я сказал про ножи и сказал что сегодня кто-то отправится туда чтобы это проверить проверить вы готовы прощайте я готов на самом деле я не имел ввиду вас а вы сами пойдете о дима нет кумар я хочу чтобы вам передали два совершенно обычных замка хочу чтобы вы их максимально проверили и даже закрыли меня здесь в этой клетке есть раз и есть два два ключа которые находятся у вас сейчас это те ключи которые понадобятся мне чтобы открыть эти замки вы это поняли но давайте усложним возьмите два ключа и смешайте другими подобными ключами размешайте так чтобы не было сложно я даже не буду пытаться смотреть спасибо кумар чтобы усложнить задачу у нас есть еще замки и только одна маленькая вещица поможет мне их открыть это шпилька и только одна маленькая вещица поможет мне их открыть это шпилька а таймер который вы увидите на экране это то время за которое вода наполняет этот сосуд вы уже поняли для чего механизм захлопнется именно когда вода наполнит его до нужного состояния я надеюсь мне получится выбраться но мне нужна ваша поддержка а а чуть больше минуты осталось ровно минута 3 50 минут 5 6 10 9 5 5 6 6 6 7 8 5 10 Восемь, девять, шесть, пять, четыре, три, два, один! У него получилось Дмитрий Поляков, успехиста! Ты это сделал! Да, я не верю сейчас, но... Дима, мы за тебя переживали, честное слово, мы кричали с Гульнур, мы аж не знали, что делать, потому что, во-первых, одно дело, когда ты отрабатываешь этот трюк, а другое дело, это же все равно техника, это железки, а вдруг что-то не так пойдет, и я уже сижу, я говорю, боже, Дима, что ты делаешь? Ты вышел! Жить будешь долго! Потому что такие талантливые ребята нам нужны! А за этот номер я даже не переживала, я знала, что Дима вырвется оттуда! Спасибо вам большое! Дмитрий, спасибо! Увидимся чуть позже! Я влюбился в этот жанр когда-то, и как хобби оно меня вот держит до сих пор. Что для меня важно, так чтобы люди понимали, что искусство иллюзиониста — это такое же искусство, как и наравне с пением, с рисованием. Будет один большой риск, один большой трюк, который мы еще не показывали на проектах подобного рода. Если бы я просто сделал без риска, без какой-то дополнительной опасности, дополнительных эффектов, я бы понял, что, блин, я не все сделал то, что хотел. Смог, не смог, надо успеть. Я очень дорожу репутацией, которую я заработал за 7 лет выступлений. И сейчас, то есть, накануне просто стоит победа или, ну, не участие. Я хочу выиграть, честно. Для меня, как бы, уже некая такая победа есть, что я единственный иллюзионист в Центральной Азии, которая выступает и представляет свою страну. Это круто, но финал есть финал. Ставки высоки просто. Ставки высоки. Ставки высоки. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз рад всех приветствовать, друзья! Это гранд-финал, ставки высоки. И сегодня я хотел бы показать вам максимально опасный трюк с освобождением, конечно же. Поэтому представляю вашему вниманию капкан к смерти. Этот капкан подобен гранате. Если выдернуть из него чеку, то ровно за одну минуту лопасти захлопываются. Я буду выбираться подвешенным к нему вниз головой из этой смирительной рубашки. Поэтому мне понадобится помощь нашего уважаемого ведущего. Дмитрий, что происходит? В данный момент меня закрывают в ремни на спине. Четыре ремня. Ремень снизу. Ремни, которые будут сковывать меня по рукам. И чтобы усилить и усложнить этот трюк, мы добавляем еще и цепи. Ух ты! Это действительно сложно. Это действительно опасно. Только что у меня задели сетью по ноге. Она тяжелая металлическая цепь. Дмитрию нужно будет освободиться из смирительной рубашки, из цепей и спастись от этого страшного капкана, будучи... Наверное, можно уже об этом говорить, да? Будучи подвешенным к этому капкану вниз головой. У него будет ровно одна минута, то есть 60 секунд до того, как лопасти с этими ножами захлопнутся. Ваши аплодисменты. Давайте пожелаем удачи Дмитрию Полякову. Итак. Три, два, один. Время пошло. 45 секунд. В цепи упали. 30 секунд. 20 секунд. 10. Вместе 9. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Дмитрий Поляков, Узбекистан. Я понимаю, что это было очень страшно. Еще раз давайте наградим аплодисментами Дмитрия за этот поистине опасный номер. Дмитрий, ты умудряешься подвергать себе опасности чаще, чем супергерои фильмов. Один простой вопрос, который мы тебе никогда не задавали до этого. Неужели тебе не страшно? Страшно, безусловно, честно. Но как профессионал я немножко взвешиваю риски все-таки, но скажу, что риск всегда есть. Но для меня главное, чтобы вот зрители, так же, как и я там, испытали вот этот адреналин, все те же эмоции. Я думаю, сегодня получилось это. Спасибо. Гульнур, вы верили, что Дмитрий удастся освободиться? Да, я была уверена. Дима, вы настоящий иллюзианец своего времени. Вы заставляете нас верить в чудеса. Спасибо вам большое. Спасибо. Нурлан. Дима, дорогой, слава богу, ты жив. Ты с нами. Спасибо, Ситора. Ситора, я видел, ты расплакалась, что ли? Нет, чуть-чуть осталось. Честно сказать, я очень боялась за него. Я увидела вот эту вот штуку, все. Тебе понравилось? Шикарный номер. Спасибо. Спасибо, что ты живой. Алло, Дин. Дима не перестает нас удивлять. Я очень переживал, что что-то застряла. Голова, думаю, все, все, Дима, Дима, Джон, Дима, Джон. Ну, слава богу. А на сцене мотоцикла вообще увидел. Вообще, это было удивлением для меня. Мотоцикл это для меня. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Пару слов твоим фанатам. Друзья, все, кто меня знает, все, кто любит такие номера. Центральная Азия вся. Я жду, когда вы проголосуете. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки. Конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.